Добрый день! Мы начинаем наш вебинар. Вас приветствует компания Кадерлайн. Сегодняшний вебинар на тему параллельный учет по МСФО объектов основных средств проведу я и Сави Светлана, ведущий консультант-аналитик, аттестованный специалист по учету МСФО в 1С Управлении Холдингом. Все вопросы по нашему вебинару вы сможете отправить нам на почту. Адрес представлен в левом нижнем углу 1ссобакакадерлайн.ру На нашем вебинаре мы с вами рассмотрим, как вводится карточка объекта основных средств, рассмотрим функционал документов принятия к учету объекта, ввод объекта в эксплуатацию, начисление и амортизация, модернизация, изменение параметров объекта и переоценку объекта. Также рассмотрим отчеты, которые можно сформировать по плану счетов МСФО в 1С Управлении Холдингом. Перейдем в 1С. А все документы, предназначенные для работы с объектами основных средств по плану счетов МСФО, представленные в 1С Управлении Холдингов, меню «Учет МСФО», документы по ВНА. При выборе указанного пункта открывается журнал документов по внеоборотному активу. Здесь по кнопочке «Создать» можно выбрать тот документ, который необходимо отразить в учете по плану счетов МСФО. Сейчас мы с вами выберем поступление в ВНА для того, чтобы отразить принятие к учету объектов. Документ поступления у нас содержит шапку и табличную часть. В шапке обязательно задается дата. В данном случае у нас текущая дата стала. Указывается режим заполнения. Мы с вами будем заполнять документы в режиме МСФО. Выбирается организация. И далее заполняется табличная часть. По кнопочке «Добавить». Мы выбираем с вами основное средство. По кнопочке «Показать все» мы попадаем в справочник основных средств. Этот справочник основных средств используется как для учета по РСБУ, так же и для учета по МСФО. По кнопочке «Создать» появляется элемент справочника. Обязательными к заполнениям являются поля, выделенные красной линией. Мы задаем группу учета ООС. В нашем случае мы выберем машинное оборудование, кроме офиса. Укажем. Прошу прощения. Указываем обязательно наименование. И так же наиболее важными параметрами для целей учета объекта основных средств у нас содержится в группе «Сведения МСФО». В этой группе задается класс ВНА при необходимости. И так же в нашем случае обязательно следует указать вариант учета «Параллельный учет». И так же указать параметры по умолчанию. Мы с вами сейчас создадим параметры по умолчанию в новый элемент похожий для того, чтобы вы увидели, каким образом создаются элементы в этом справочнике. По кнопочке «Создать» у нас высвечивается новая карточка. При этом мы указываем, что тип ВНА у нас будет вложение во внеоборотные активы. Так как документом поступления в ВНА мы хотим только принять к учету этот объект. Номинование введем такое же, как и тип ВНА. При этом у нас галочки «О начислять амортизацию» и модель учета становятся неактуальными. В качестве счета первоначальной стоимости выбираем счет из плана счетов МСФО, аналогичный счету 0,8 БРСБУ. Здесь удобнее всего по кнопочке «Найти», «Задать», «Счет», «Счет». И здесь мы будем использовать счет «Основные средства классифицированные». По нему в качестве аналитики используются субконты внеоборотные активы. Говорим «Записать» и «Закрыть». Выбираем наш вновь созданный элемент и записываем карточку. Вот эти параметры по умолчанию необходимо обязательно задавать, так как при их указании в системе происходит запись в определенный регистр, в котором фиксируется, что этот объект у нас учитывается параллельным учетом и, соответственно, на него будет начисляться амортизация и далее он будет использоваться во всех документах именно непосредственно параллельного учета. Закрываем карточку, выбираем документ. В качестве параметра мы выбираем тот же наш объект вложения во внеоборотные активы, выбираем способ поступления, количество и стоимость. Допустим, 2 миллиона. Также для этой строки указываем соответствующий корреспондирующий счет. В данном случае нам подходит счет аналог 60-го счета. У него наименование краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам. А в качестве аналитики у нас на этом счете идет привязка к контрагенту. Вторая аналитика у нас на этом счете договора. Из справочника договоров выбираем соответствующий вид договора с поставщиком. И проводим документ. При проведении документа поступления на счетах МСФО, а в соответствующей аналитикой, которая указана на этих счетах, формируются проводки. Дополнительно идет отражение данных по регистрам. Эти регистры в дальнейшем используются, например, для расчета амортизации. Далее по этому объекту основных средств мы можем ввести отдельно другой датой документ ввод в НАА в эксплуатацию. Для этого также в журнале документов по необоротным активам по кнопочке создать. Выбираем документ ввод в НАА в эксплуатацию. Также выбираем дату. Например, мы хотим его ввести в эксплуатацию уже 15.06. Режим заполнения. Также выбираем только МСФО. Организация. По кнопочке добавить выбираем тип объекта, который мы хотим ввести в эксплуатацию. Это наш автомобиль. И вот здесь вот параметры учета мы с вами уже должны изменить. Мы также сейчас создадим новые параметры учета. Тип ВНА у нас уже будет основное средство. Модель учета. Мы для него выберем учет по фактическим затратам. Тут же уже оставляем галочку «Начислять амортизацию». Задаем счет первоначальной стоимости. Это у нас будет счет аналог 0.1 счета. Основные средства. Первоначальная стоимость. Счет накопленной амортизации. У нас соответственно будет счет аналог 0.2 счета. Не помню номер счета. Сейчас мы с вами его найдем в плане счетов. Вот он счет. Основные средства амортизации. Остальные параметры мы с вами зададим уже при вводе в эксплуатацию. Так как этот объект мы отдельно принимали на учет, мы укажем для него параметры учета до ввода в эксплуатацию. Это наш с вами элемент, который мы создавали при вводе документа принятия к учету ВНА. Выбираем наши параметры. Корреспондирующий счет у нас при этом будет тот, который мы указывали с вами в документе поступления ВНА. Объект у нас будет тот же самый. Указываем первоначальную стоимость, способ начисления амортизации. По кнопочке «Подробно» мы можем увидеть счета, который подтянул документ из правочника параметра учета. Указывается здесь срок полезного использования в месяцах. И указывается профиль распределения. Что такое профиль распределения расходов по амортизации? Это элемент справочника, который говорит системе на какие счета затрат и в какой аналитике необходимо отнести амортизацию по этому объекту. Мы с вами создадим новый профиль распределения расходов по амортизации в НА. Наименование с вами введем чуть позже. По кнопочке «Добавить» мы с вами указываем счета, на которые будут относиться у нас расходы по амортизации. По кнопочке «Найти» по части строки я найду аналог 26-го счета в плане счетов МСФО. Вот он. Выбираю его. И при выборе счета подтягивается та аналитика, которую необходимо указать для корректного отражения амортизации. Я выберу, что на ЦФО администрация у меня пойдет 50% амортизации. И по этому же счету, но на ЦФО бухгалтерия, также пойдет 50% амортизации. Для удобства поиска в справочнике, как правило, в наименовании задается счет и те от ЦФО, либо какая-либо другая аналитика, которая привязана к вашим счетам затрат. Для того, чтобы этот профиль распределения можно было идентифицировать в справочнике. Выбираем наш профиль распределения и проводим документ. По кнопочке «Провести» отражаются проводки по плану счетов МСФО, в дебет аналога 0.1 счета, в аналитике по объекту, по кредиту счета, в сумме. И, соответственно, отражаются данные по регистрам основных средств для того, чтобы в дальнейшем эти данные используются для начисления амортизации. Мы с вами сейчас введем и рассмотрим еще один вариант документа «Ввод в эксплуатацию». Когда у нас объект вводится в эксплуатацию в тот же момент, как и принятие к учету. А в этом случае также у нас вводится один документ «Ввод в на в эксплуатацию». Выбирается дата документа. При заполнении табличной части выбирается тип объекта. В нашем случае это основное средство. Создается новая карточка объекта. У нас будет также машинное оборудование, но уже автомобиль второй. Обязательно в сведениях по МСФЛО мы указываем, что этот объект у нас будет вестись в параллельном учете. Указываем для него обязательно параметры по умолчанию. Мы сейчас с вами создадим новый элемент. Тип укажем «Основное средство». Учет по фактическим затратам. Счет учета первоначальной стоимости у нас с вами будет сразу на первый счет. Счет амортизации соответствующий ему счет. Уже указываем галочку «Ввод в эксплуатацию» в момент поступления. Записываем объект. Выбираем. Здесь дублируем эти параметры. «Корсчет» здесь сразу указываем аналог 60-го счета, соответствующую аналитику. И укажем в такой же стоимости. Указываем способ начисления, параметры амортизации. И выберем тот же элемент для распределения расходов. По кнопочке «Подробно» можно также задать ЦФО, если есть необходимость в этих аналитиках. И проводим документ. При проведении указанного документа сразу приходится на 0,1 счет корреспонденция со счетом взаиморасчетов. Объект необоротных активов. И также по регистрам прописываются данные для начисления амортизации. Теперь давайте начислим амортизацию за июнь месяц. По кнопочке «Создать» также выбирается документ начисления амортизации. Амортизация начисляется всегда за определенный период. Как правило, это месяц. По кнопочке «Провести» документ создает проводки по плану счетов ВМСФО. И также регистрирует накопленную амортизацию в регистрах параллельного учета. Что мы видим по нашему автомобилю первому на дату 30.06. Система начислена амортизацию. 50% она отнесла на цифровую администрацию УК, согласно нашей настройке. И 50% система отнесла на бухгалтерию УК, согласно нашей настройке. Также по автомобилю 2 система начислила амортизацию. 50% на администрацию и 50% на бухгалтерию. И я прошу вас обратить внимание, что мы по этим двум объектам указывали одинаковую стоимость и одинаковый срок. Но амортизация у нас немножечко отличается. Почему? У нас по этим двум объектам были разные даты ввода в эксплуатацию. Сейчас в нашей системе настройки указано, что у нас здесь амортизация начисляется по дням. И соответственно у нас автомобиль 2 был введен в эксплуатацию позже на день, поэтому амортизация по нему начислилась меньше. Настройка по начислению амортизации указывается в меню учет по МСФО, настройки МСФО, необоротные активы. И вот здесь вот как раз таки есть галочка. Алгоритм начисления амортизации аналогичный РСБУ или нет? При снятой галочке амортизация по параллельному учету объектов ВНА осуществляется с даты ввода в эксплуатацию и по дням. При установке этой галочки амортизация уже будет начисляться со следующего месяца. То есть этот параметр, он по сути зависит от вашей учетной политики. С амортизацией все. Далее. Часто возникает случай, когда необходимо внести изменения в какие-либо статьи, либо по ЦФО, по которому должна начисляться амортизация по объекту. Для этого существует документ изменения в параметрах ВНА. Этим документом фиксируется изменение условно-постоянной информации. Например, опять-таки счет начисления амортизации, имеется в виду счет затрат. Либо если необходимо изменить параметры учета объекта основных средств. Давайте с вами введем документ. Дату мы укажем уже июльскую. Ну, например, 10.07. Режим заполнения у нас также будет только МСФО. По кнопочке добавить мы выбираем вид объекта. У нас будет основное средство. Автомобиль. Параметры учета мы с вами оставим прежние. Мы их не будем менять. А вот параметры амортизации мы с вами как раз-таки поменяем. Мы выберем с вами из существующих элементов. Например, вот этот. Срок по МСФО у нас останется такой же. Вот здесь вот особое внимание нужно обратить, что по кнопочке подробно нужно проставить новые значения обязательно. Иначе у нас документ снимет способ начисления амортизации. Здесь остается наш старый профиль распределения. А в колонках новой мы указываем уже новый профиль, который нам необходим. Мы с вами провели документ изменения параметров на 10.07. А соответственно система до 10.07 включительно начисляет амортизацию по старым данным. А уже когда вы будете проводить документ начисления амортизации за июль месяц, Система должна взять новые параметры, но она у нас почему-то их не взяла. Сейчас попробуем разобраться, почему. Правильно мы параметры взяли. Июль 23-го изменения параметров у нас 10-е, 23-е. Так, сумма похожа у нас на правильную, но почему-то параметры у нас остались старые. Хотя у нас документом изменения параметров указано. Так, укажем здесь срок у нас будет 60. Срок мы не меняем. Так. Попробуем перепровести документ начисления амортизации. Нет, почему-то в данной редакции у нас не подхватила система новые параметры. Но сумма при этом у нас меньше. Ладно, сейчас не будем тратить. Возможно, это есть некоторая ошибка в этом релизе. Позже надо будет разобраться. Так, вот таким образом работает документ изменения параметров амортизации. Далее мы с вами рассмотрим документ модернизации объекта. Также через журнал документов по необоротным активам по кнопочке «Создать» выбирается документ «Модернизация капитализации расходов по ВНА». Указываем дату. Возьмем 05.07. Режим заполнения выберем по МСФО. По кнопочке «Добавим» выберем наш автомобиль второй. Курсчет у нас с вами будет «Прочие расходы». 91.10. Статью мы также выберем «Прочие доходы и расходы». Укажем сумму модернизации. Срок полезного использования у нас с вами меняться не будет. По кнопочке «Подробно» можно увидеть дополнительные параметры и проводим документ. При проведении документа у нас с вами идет начисление амортизации, исходя из первоначальной стоимости, которая была на момент модернизации. Вот они, эти две проводки по автомобилю второму. И также увеличивается первоначальная стоимость объекта основных средств, корреспонденции с аналогами, прочими доходами, расходами. И фиксируется, соответственно, в регистрах учета внеоборотных активов, также суммы, которые необходимо учесть при начислении амортизации. Сейчас мы с вами перепроведем начисление амортизации за июль месяц. Так, один документ я удалю, второй тоже. Вот уже по автомобилю 2 на 31.07 у нас амортизация немного увеличилась. Далее у нас с вами по плану идет документ «Переоценка внеоборотных активов». Этот документ используется только для объектов, учитываемых по переоцененной стоимости. Сейчас мы с вами с помощью документа «Водвина в эксплуатацию» введем такой объект. Только для целей. Для того, чтобы посмотреть функционал системы. Выбираем также документ «Водв эксплуатацию» внеоборотных активов. Этот документ мы введем в июне, укажем МСФО, по кнопочке «Добавить» введем новую карточку объекта. В сведениях по МСФО обязательно указываем, что это параллельный учет. И также указываем, выбираем параметры учета. Здесь мы можем отобрать по модели учета учет по переоцененной стоимости. И вот здесь вот из существующих параметров учета. Мы скопируем. Зададим наименование по кнопочке «Заполнить наименование». Эта кнопочка из выбранных параметров у нас формирует наименование. Иногда это достаточно удобно использовать. Это наименование меня устраивает. Я его записываю и выбираю. Записываю карточку, выбираю, указываю те же самые параметры. Корсчет выбираю 60-й, указываю контрагент договор, указываю первоначальную стоимость, способ, срок. По кнопочке «Подробно» вы можете увидеть те параметры, а также указать дополнительно ЦФО, если требуется эта аналитика. По кнопочке «Провести» у нас формируются все те же самые проводки. У нас с вами автомобиль 3. Возвращаемся в документ «Переоценку ВНА». Введем ее уже, так как у нас ввод в эксплуатацию был 2-й, 6-й. «Переоценку» мы сделаем в августе. По кнопочке «Подобрать» у нас документ нам выводит список документов, которые учитываются в системе по переоцененной стоимости. Мы можем их двойным щелчком мыши выбрать и по кнопочке «Перенести в документ». Ввести справедливую стоимость. Также по кнопочке «Подробно» мы с вами можем внизу в документе проверить те параметры, которые у нас подтянул документ из параметров отчета ВНА. По кнопочке «Провести» формируются проводки на плане счетов МСФО по настройкам из параметров отчета ВНА. Чтобы просмотреть результаты всех проводок и документов, в меню «Учет по МСФО» есть перечень стандартных отчетов и дополнительно есть отчет «Реестр ВНА», в котором отражается по организации объекты, которые учитываются документами параллельного учета. В отчете «Реестр ВНА» он формируется за период. Можно выбрать перечень объектов, которые необходимо отражать в этом отчете. Колонки. Вот эти вот все данные, если они заполнены, соответственно, они указываются по данным РСБУ. А уже вот эти вот колонки, они, соответственно, заполняются по данным из документов МСФО. Дополнительно для анализа, как правило, удобно использовать анализы конта по МСФО. Здесь вот он у меня уже есть настроенный. Что здесь требуется настраивать? Здесь требуется настройка вида субконта. Можно выбрать конкретный объект. Из видов субконта нужно выбирать именно тип, который привязан к справочнику «Основные средства». Для того, чтобы увидеть движение по объектам. Можно отключить здесь признак выбора конкретного объекта основных средств. И на закладке группировки добавить уже субконта «Основные средства». В этом случае у нас будет для каждого счета выводиться объект основное средство и, соответственно, по этому каждому объекту отражаться сон. Здесь у меня еще добавлен период и день. Мы можем отключить эту группировку. В этом случае анализ субконта будет выглядеть следующим образом. То есть по каждому счету, на котором есть аналитика «Основные средства», будет отражаться движение сумм по разрезе основных средств. Также удобно пользоваться для анализа проводок по внеоборотным активам, оборотно-сальдовой ведомости по обсчетам субконтитетов. Здесь также выбирается период, но уже необходимо задать конкретный счет в данном случае я из анализа субконта. Что-то у меня подвисает. Скопирую счет и укажу его здесь. Здесь уже автоматически подтягивается вся аналитика и группировка, необходимая для анализа именно по этому счету. Если у нас в отчетах организация не выбрана, то у нас отражаются данные по всем организациям. Для того, чтобы понять суммы непосредственно по нашей организации, указывается галочка организации. И соответственно мы видим обороты уже за выбранный период по нашей организации. Аналогичным образом можно посмотреть и данные по амортизации. То есть выбирается уже на второй счет. Формируется оборотно-садовая ведомость и отражаются данные по амортизации. Есть еще общий оборотно-садовая ведомость, которая формируется точно так же за период. Допустим, мы ее организацию выберем нашу. Здесь уже данные выводятся по всем счетам. Также здесь можно добавлять группировки. Например, можно раскрыть по документам все эти данные. Вот таким образом будет выглядеть в нашем случае оборотно-садовая ведомость. Но здесь будет сальдо наконец выводиться. При этом это группировка непосредственно по всем документам. То есть это не сальдо, как сальдо, а именно суммирование всех строчек по документам. Если убрать эту группировку, то, соответственно, информация будет выводиться уже как сальдо по этому счету. На сегодня у меня все. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обратиться на почту, повторюсь, отправить ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!